Сегодня мы с вами приготовим славный стейк, но он будет не совсем обычный. Дело в том, что этот стейк можно делать даже не из очень крутой какой-нибудь праймовой говядины. Возможно, ну там типа чойсовскую взять или какой-то не очень классный отруб. И второе, самое главное, можно не париться над прожаркой, потому что этот стейк тушится в соусе. Ну, само собой, мясо нужно брать хоть какое-то мраморное, грубо говоря. Ингредиенты понадобятся следующие. Томатная паста, горчичка, бренди, паприка, соль, винище, само собой, вустерский соус, пару луковичек и бульончик. Ну, у меня, к сожалению, нет сейчас жидкого бульончика, я возьму кубики, но будет все равно вкусно. И сливки, ну, на самом деле можно брать 11%, можно 22%, потому что все равно оно там все загустеет. И если кому интересно, что за кусок мяса мы взяли, это типа достаточно дешевый рибай. То есть, не берите для этого рецепта мясо с волокнами горизонтальными, типа фланка. То есть, мы его сейчас разомнем, я, короче, все покажу. О, кто-то пришел. Это, наверное, мой новогодний подарок. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Так, здравствуйте. Здравствуйте. Курьерсимайки.ру. Вам посылка новогодняя. Спасибо огромное. Сейчас... Чаевые, вот. Давай. Зажрался совсем. Давай-давай. Так, моя посылочка. Походу, подарки приехали. Так. Интересно, от кого она? Дорогой друже. Это я. Ты так хорошо вел себя в прошедшем году. Ты такой молодец, смайлик. Поэтому я дарю тебе на этот Новый год классный костюм от всемайки.ру с ванпанчменом. Тьмоки, тьмоки. Я думаю, ему понравится открыточка. Точно понравится. Тьмоки, тьмоки. Какой же я молодец. Давайте переоденемся. Ванпанчмен. Целый костюм. Йоколамэнэс. С карманами, со всеми делами. Идеально сидит. Просто великолепно. Прям по мне. Гладенький. Шелковистый. Вы уже поняли, кто спонсор сегодняшнего видео. Все майки.ру. Самое время позаботиться о подарках. Ну, для себя, само собой, любимого. И для близких. Там есть сумки, майки, маски, рюкзаки, кепки, кружки. Все, что угодно. Вы можете сделать любой принт. Даже если там ваш сумасшедший друг смотрит любое аниме. Или все, что угодно. Сделайте принт, который ему понравится и подарите. Что интересно, производство у них свое и в Подмосковье. Между прочим, когда вы делаете заказ и какого-нибудь подарочка, вы там же сразу на сайте можете открытку выбрать и упаковочную подарочную бумагу. Ссылка в описании. Сначала подготовим все ингредиенты, а потом уже будем жарить, не запариваясь. То есть все по мисочкам у нас будет вот так лежать. И да, вы скажете, эй, это что, нарезанные шампиньоны? Да, но кто не любит жареные шампиньоны, вот эти вот в соусе, то вы можете их не брать, то есть это не обязательно ингредиент, можете просто пропустить. И да, многие спрашивают, почему у тебя руки все время царапанные и в синяках. В синяках они у меня из-за тренировок, а царапанные, потому что у меня дома живет два сахарных поссума. У них очень острые коготки, они бесятся, когда им эти коготки обстригают, и когда они по тебе ползают, то потом ты вот такой вот остаешься. Начнем с бульона. У меня кубик. Просто зальем его водой и пускай он там стоит, растворяется, пока мы делаем все остальное. Теперь займемся шалотинками. Нам нужно где-то 200 грамм. И каждый раз, когда вам говорят про лук-шалот, и вы не можете его найти, знайте, если вы замените обычным луком, вообще практически ничего не поменяется. Особенно в таких блюдах, где куча разных насыщенных ингредиентов. Какой там сладковатый лучок был, фиг его знает, никто не определит. Крошим меленько, но без особого фанатизма. Смешиваем в Устерске горчичку и томатную пасту. И да, друзья мои, напоминаю, что для порции на двух человек идеальные громовки находятся по ссылочке в описании. То есть, если вы захотите повторить этот обалденный стейк, то не нужно пересматривать видео, просто смотрите, и там все раз, два, три, четыре и с фоточками. И вот так вот замешиваем все это и отставляем в стороночку. Пускай стоит там, настаивается. Такая вот паста. Что касается мяса, нам нужны достаточно... Я говорю, что мне не нравятся тонкие куски, но сейчас нам нужны достаточно тонкие куски мяса. Потому что нам нужно задать корку, а там не будет некой прожарки. Можно даже, наверное, свинину использовать для этого рецепта. Но говядина как бы будет помягче, особенно если мраморная. Так вот, тонкие куски мяса. И для этого мы их раскатаем. Я удалю от рыбайчиков все, что само по себе как бы отваливается. Вот, это можно пожарить отдельно. И вот у нас вот такой толщины рыбайчик. Отрежем толщиной где-то с два пальца. Потом он станет тоньше. Так, отрезаем. И отрезали. Теперь берем и реально вот так вот мясо. Ну, не то, что отбиваем. Я думаю, что отбивать его не нужно. Но по мере сил раскатываем, увеличивая его площадь. Эти два куска должны занять целиком достаточно большую сковородку. Зачем я скалку... Да, кстати, есть вот такая пленка есть. Да, вот ее можно так разрезать для того, чтобы лучше было. Вот, скалку я, чтобы не впитывалось сок туда мясной, я ее вот так фольгой обмотал. Вот, дешевые рыбайчики. Плоткие рыбайчики. Смежемолотый перец и соль с каждой стороны. Соли достаточно скромно, потому что мы все равно будем пробовать соус, который пропитает стейк. Так, тут сюда тоже немножечко соли. Важно! Жарим все это дело по 2 минуты с каждой стороны, ну для такой толщины. Нам пофиг на готовность. Нам пофиг на степень прожарки. Это не тот случай. Нам нужна только аппетитная корка, а для этого мега газ, мега огонь и подсушите даже полотенчиком еще поверхность. Оливыч. Не добавляйте на этом этапе сливочное. Масло начнет дымиться, фигачим стейки. Это уже будет под музыку, потому что вытяжка у меня шумная. А кладем от себя, чтобы жареное масло обрызгало только на оператора, а не на вас. И выкладываем вот так куда-нибудь на фольгу. Горячо-то как хорошо. Заворачиваем, пускай она тут пока в тепле полежит. И соки не потеряем. Ни в коем случае те зашкварочки, которые у вас остались от стейков, никуда не выбрасывайте, если только они не стали черные. Потому что я много раз такое повторял. Иногда на видео, видео кулинары, они такие, о, ну у нас тут все сгорело к чертям собачьим. Но мы задеглазируем это, зальем. Чувак, у тебя сгорело все там, оно горькое. У нас тут, вон, Саня, прозумь, прозумь, Саня, руками прозумь. У нас ничего не сгорело, у нас есть маслица и коричневые зашкварочки. Поэтому все это дело можно использовать для обжарки лука и грибов. Но даже если подгорело, мыть сковородку не обязательно. Просто у меня антипригарная, просто протрите ее бумажным полотенцем и все. Но это не наш случай. Жарим овощички. Говорю, грибы добавлять не обязательно, граммовки в описании. Грибочки, я купил уже нарезанные, и лучок. Жарим все это дело до легкой золотистости. Пока максимальное количество воды из лука и грибов не вытопится, подгорать сливочное масло не начнет. Поэтому сейчас его уже можно добавить. Сила ван Панчмена. Я не буду доводить грибы до состояния совсем-совсем шкварок, чтобы грибочек в соусе был немножечко виден. По алкашке. Это у нас бренди и красное вино. Можно взять что-то одно. Я возьму 50 на 50. Можно вообще, конечно, без алкашки. Все равно будет вкусно. Алкашки, само собой, там никакой не будет. Она выпарится. Но вот бренди дает офигенный аромат соусу. И поднимает уровень с бабушка классно сделала до уровня заплачу за это в ресторане. Поэтому я все-таки советую добавлять алкашку, деглейзить ее, и она дает вкус. Как только перестало гореть, это значит, что алкоголя там практически нет. Еще 20 секунд подождали, и фигачим туда бульон и сливочки. Ну а сначала я для цвета немного добавлю копченой паприки. Но это совсем не обязательно. Ну так просто. И наша горчично-томатная вустерская жужева тоже туда же. И перемешиваем. А, ну да, вспоминаем о мясе. Как оно здесь? Оно пустило соки. Их мы, само собой, не теряем. Я прямо вот так пальцами беру мясо. Закладываю в соус. И вот этот кусок я закладываю в соус. И все соки, которые тут остались, я тоже в соус закладываю. Ну и вот так соусом полили. И пускай побурлит еще 3-4 минуты, чисто для того, чтобы высохшая при жарке поверхность стейка напиталась этими соусами внутрь. Теперь осталось только выложить стейк сюда и полить соусом. Народ, стейк здесь это, ну стейк прикольный. Стейк классный. Ну то есть мясо должно быть. Но вот этот соус, это просто совершенно какая-то ультимативная штука. Отрезаем кусочек. Само собой, по прожарке там, ну оно осталось розовенькое все дела, но в самом-самом центре. Ну я так пытался сделать, но не думал, что как-то попаду в прожарочку. Ну да, даже мясо осталось сочное. Пробуем. Народ, многие на ютубе делают этот рецепт с картофелем. С рисом. Только с рисом. Это настолько, то есть даже если вы сделаете с розмарином, с тимьяном, с чесноком, картошку, это прекрасно. Но вот именно рис нужно пропитывать вот этим соусом. Он божественный. То есть фишка в том, что мне даже хочется, не знаю как вам сказать, не мясо, а вот взять вот так соуса ложечкой зацепить. У меня дегустационные ложечки. Ммм, вустерский, горчица. Перчик. Вот этот весь бренди, вот это все соединяется, сливки, бульон соединяется в единый вкус. Он пикантный, слегка кисловатый, слегка сладковатый. Это великолепный рецепт. Серьезно, это великолепный рецепт. И да, за прожаркой, стейком можно не особо слить, не особо париться. Это вкусно. Очень советую повторить по ссылочке в описании все громовки. С вами был славный дружио Обломов и сила Вань Панчмина. Вот, все маечки, заказываем всякие костюмы и всякое такое, тоже по ссылке в описании. Кушайте много, кушайте вкусно. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok